Первым делом с утра проглотите эти два шарика. Они могут сотворить чудеса в вашей жизни. Это отличное очищающее средство, которое также снимает клеточное воспаление. Вы обнаружите, что можете оставаться активными по 20 часов в сутки, без особых усилий. Я очень рада начать свой день с вами за завтраком, который выглядит очень интригующим. Так вы начинаете свой день? Да. Самое главное, когда мы едим, мы должны понимать, что с одной стороны пища — это то, из чего состоит наше тело. С другой — это основная часть нашего топлива для работы в течение дня. Когда я говорю «топливо», есть и другие источники — вода, воздух, солнечный свет. Ключевой аспект приема пищи в том, чтобы создать баланс с другими источниками, чего в вашей жизни больше. 70% вашей энергии вы получаете из пищи. Если вы будете есть определенные виды продуктов, вы будете спать по 6-8 часов в сутки. Это означает, что ваше время простое будет составлять одну треть вашей жизни. Треть вашей жизни пройдет мимо вас, и вы даже не будете знать, что произошло. Если вы измените привычки питания, с этим связаны и другие аспекты, в том числе йогические. Но если вы будете питаться так, то увидите, что объем необходимой вам пищи значительно сократится. Не нужно ограничивать себя только этим. Но вы обнаружите, что объем потребляемой пищи уменьшится, а ваша способность получать больше энергии из солнечного света, воздуха и воды увеличится. Как я уже сказал, для большинства людей 70% энергии поступает из пищи. Если вы поменяете это так, чтобы, наоборот, 30-40% энергии поступало из еды, а остальное — из тех других источников, то увидите, что с легкостью будете активны 20 часов в день. И вы будете жить больше. Вот что это значит. Все думают о том, как прожить больше лет. Но разве не важно проживать больше часов в день? Больше часов в день, конечно. Но разве это все? Или в вашем завтраке есть что-то еще? Обычно будет еще один гранат. Или если я очень физически активен, скажем, я собираюсь сыграть партию в гольф, потому что 18 лунок я прохожу пешком, я не езжу на гольф-каре, тогда, возможно, я добавлю немного углеводов. Может быть, идли или чапати, или что-то еще, пшеницу, рис или проса. Все это мы добавляем, чтобы было достаточно углеводов для физической активности. Но если я занимаюсь умственной деятельностью и физически я двигаюсь не слишком много, тогда это все. Возможно, я выпью стакан чего-нибудь. У нас есть очень жидкие каши из проса, которые можно пить как кофе. Это как напиток. Я вижу кое-что интересное. Можете объяснить, что это за желтые и зеленые шарики? Один из них — шарик из перетертых свежих листьев Нима. Другой — шарик из куркумы. Это органическая куркума, которую мы выращиваем здесь. А листья Нима, конечно, собираем с деревьев. Они могут сотворить чудеса в вашей жизни. Начните утро, проглотив эти два шарика. И подождите 10-15 минут, чтобы они распространились и уменьшили уровень воспаления в слизистой оболочке вашего желудка. Они также убирают все ненужные бактерии и паразитов, если таковые есть. А также придают вам определенное сияние. Не спрашивайте меня, почему я не сияю. Вы всегда сияете. Я сегодня еще ничего не ела. Их нужно принимать на пустой желудок? Да, на пустой желудок. С небольшим количеством воды, чтобы они могли распространиться по организму. Здесь все комнатной температуры. Но когда вы едите их дома, запивайте чуть теплой водой. Негорячей, слегка теплой. Можете съесть все четыре. Какие-нибудь предупреждения? Ним обычно очень горький. Нет. Просто проглотить его, как пилюлю. Только это не ним, а куркума. Не сразу поняла. Просто проглотить, не запивая? Можете запить, как таблетку. Так, сейчас ним. Сейчас съем. Он горький, садгуру. Рассматривайте это как способ подготовиться к жизни. Если вы съедите утром что-то очень горькое, что бы в течение дня разные люди не делали, вы будете чувствовать себя замечательно. Это хороший трюк. Что еще? Я также вижу сухофрукты. Это пророщенный пожитник, который очень важен для клеточного очищения организма. Нужно как следует его проживать, пока он не превратится в пасту, а затем проглотить. А это замоченный арахис. Он вымачивался в течение 6-8 часов. Замачивание очень важно. И это белок очень высокого качества, потому что это органически выращенный арахис. Гибридные и даже модифицированные орехи будут вот такие большие. Их не нужно есть. Этот арахис настоящий, такой, каким он должен быть. Он позаботится о вашей потребности в белке. В нем также есть много других ферментов, которые очень важны. Было время, когда в течение нескольких месяцев мою диету составлял только арахис и один банан. На целый день. Он содержит все необходимые питательные вещества. И это, конечно же, миндаль. Это для моих международных поездок, потому что миндаль в Индии не распространен. Миндаль здесь не популярен. Его выращивают, но он не очень популярен. Это грецкий орех, пользу которого вы знаете. Он как вы. Потому что он твердый орешек. Это проросший зеленый маш, в котором очень высокое содержание белка. И зеленая часть очень важна. Важно, чтобы миндаль был замочен и очищен, потому что такие орехи имеют свой собственный механизм самозащиты. Когда вы замачиваете миндаль в воде, он думает, что его посадят в землю. Мы разочаруем его, но миндаль думает, что он будет посажен, и он прорастет и станет большим деревом. У него есть свои мечты. Когда вы проращиваете его, под кожурой ореха содержится определенный химикат, канцероген, чтобы его не съели насекомые. Черви и насекомые в это время не нападают. Вы замачиваете орех, чтобы дать ему почувствовать, что он прорастает. Потом очищаете кожуру, и канцерогена больше не будет. Без этого всякий раз, когда вы едите миндаль, вы неосознанно употребляете канцероген. О, интересно, я об этом не знала. Нужно подождать 10 минут, прежде чем начать есть, да? Нет, можете попробовать. Хорошо, пока мы говорим, я, пожалуй, начну с миндаля. Вы не едите пожитник. Он тоже очень горький, но он очень полезный. Это отличное очищающее средство. Также он снимает клеточное воспаление, что очень важно. Есть ли продукты, которые следует избегать? Аллупарата, чалибатура, как там это называется? Сабудана. Жареная курочка. Спасибо. Большое спасибо.